Доброе утро! Друзья, расскажите, кто вы, что вы, как говорила Масяня, где, откуда и для чего? Начнем с того, откуда. Приехали мы недалеко, на самом деле. Ехали мы до вас, мы из соседнего региона, из Ямала, из города Ноябрьск. В Ноябрьске мы проработали последние, наверное, лет 10-12. Тоже на радио? Да, так случилось, что радио однажды нас зацепило и не отпускает до сих пор. Вели шоу, в том числе и разговорный, которым будем заниматься сейчас, этим жанром будем заниматься и на радиоигра. Вели утреннее шоу, поэтому прекрасно понимаем тебя, Никита, как ты здесь каждое утро, что каждый день ты совершаешь подвиг просыпать к себе. Какой я веселый в 5 утра, как правило, да, и позитивный. И это очень сложно, поэтому ты герой. Спасибо. Вроде вы гости из программы, а хвалит меня. Скажите, как вас встретил Ханты-Мансийск, приветливо распахнув свои бревенчатые створки? Понравилось ли нам? Отлично, да, во-первых, было очень жарко, когда мы приехали, а приехали мы сюда вот 3 недели назад, и как раз так в пик солнцепека попали. Очень понравилось, город потрясающе красивый. Безумно красивый. Дороги, ну, все мои похвалы, конечно, в сторону дорог в первую очередь. Кстати, вот Тимур, когда водитель со стажем, мы вот объездили уже весь Ханты-Мансийск, пытаемся найти хоть один изъян, мы его пока не можем найти. Вы можете искать, дальше не найдете, нет, изъянов никаких. Мы это уже поняли, да, правда. Шоу «Свои люди». Какой формат? Для кого? Для чего? Ну, это ток-шоу, это разговорный жанр, и это новостная направленность. То есть, ну, у нас с Мариной есть такой негласный кодекс, негласное правило, какую-то пользу людям приносить. Очень хорошо. И мы нашли это в том, чтобы давать максимум информации за минимум времени. То есть, мы отбираем самое интересное, самое важное, актуальное на сегодняшний день, на текущий момент. И об этом рассказываем, говорим, спорим, дискутируем. Да, даже не столько рассказать хочется, сколько обсудить. Да, потому что у нас интерактивное шоу, всегда мы любили общение со слушателями. Вот любое общение, звонить, писать, приходить в гости, мы за любое общение. И когда новости обсуждают с нами слушатели, это самое ценное для нас. Поэтому мы очень надеемся, что югорский слушатель, он будет с нами на одной волне и будет с нами эти новости обсуждать. Телефонная связь предполагается, или же... Любая, вообще. Все каналы связи, да, и звонить можно, и писать. И, как я уже сказала, если вы живете в Хантамансийске, есть что рассказать, можно даже в гости прийти. А новости мы будем обсуждать местные или вообще все? Вообще, в первую очередь местные, это нас интересует в первую очередь. Ну и, конечно, федеральные новости, которые нас с вами так же, как жители игры, касаются, мы не можем обойти их стороной, так же будем обсуждать. Замечательно. Скажите, гостей будете, как искать, можно ли будет к вам попасть, можно ли будет напроситься, может быть, через знакомство, через какое-то, как это будет происходить? Вообще, практикуем такую вещь, и в этом особый кайф, когда человек, слушатель звонит или пишет, или приходит и говорит, у меня есть такая вот проблема, например, или я хочу обсудить вот это. И мы с удовольствием приглашаем его в эфир, мы с удовольствием обсуждаем его проблему, и если удается, ну, на каком-то этапе ее решить, или хотя бы приблизить человека к решению вопроса, ну, мы счастливы. Ну, и эксперты, само собой, экспертов мы будем всех обзванивать, все, что касается интересных нам тем, я думаю, мы со многими специалистами местными обязательно поработаем уже в ближайшем будущем. Вы уже не первый год вместе, вы уже работали вместе, вы всегда вместе. Так случилось, да, что мы вместе и в эфире, и в жизни, то есть мы 24 часа в сутки вместе, и это тоже, наверное, особый придает шарм нашему эфиру, потому что мы с Тимуром новостники, вот, начинали с этого, собственно, и до сих пор новостями увлекаемся, утром мы просыпаемся, мы первым делом не кофе, не кота покормить, а новостные ленты, ну, как-то так случилось. И вот уже с утра, готовя завтрак на кухне, мы уже обсуждаем, а ты видел, что там произошло, а ты слышал, что там принимают, и, собственно, когда мы приходим на работу, мы просто продолжаем жить своей жизнью, но дело это уже в микрофон, вот и все. А нет желания отдохнуть друг от друга на какое-то время хотя бы? Нас все об этом спрашивают. Когда такое желание появляется, кто-то из нас уходит из дома, но проходит буквально час, мы понимаем, что снова соскучились друг по другу, и возвращаемся. Это замечательно, вы какие-то просто невероятно волшебные, я не знаю, может быть, это ноябрьские такие люди, все это хорошо, это здорово. Ребят, а тандем ваш, работаете вместе, у вас есть кто-то, допустим, хороший коп, а кто-то плохой коп? Конечно, а угадаешь? Кто-то ведет, кто-то ведущий, кто-то ведомый, или нет, как это работает? Тут можно понять, потому что Марина больше улыбается, на самом деле, нет, так получается, что кто-то из нас, как-то в кавычках можно выразиться по жаргонам, закидывает новость, да, и сразу же другой человек, он почему-то принимает противоположную сторону вопроса. То есть, например, я могу найти плохое. Во всем. Да, или какой-то подвох абсолютно во всем. То есть я могу найти прекрасную новость, сказать, представляешь? Там щенки родились. Например, он даже в этом найдет минус, или повышают материнский капитал, он даже в этом найдет минус. Аналитический склад ума и немного критики, это вот противно. Так это же здорово, то есть это повышает градус беседы, именно за счет этого беседа живая, беседа по этому и работает. Да, и получается так, что если, допустим, семья какая-то сидит на кухне, едет в машине куда-то, да, неважно, чем занимается, то в любом случае кто-то из них будет, например, за Марину, кто-то из них будет за меня. Может быть, оба будут против, но это, наверное, реже. Такое случается редко, потому что у нас, да, часто противоположные точки зрения, и бывает, что даже слушатели нам пишут, ребят, ну как у вас так получается? Слушаю Тимура, с ним согласна, слушаю Марину, она говорит, прямо противоположен, но я с ним тоже согласна. Ну, тоже правильно, да. Да, и вот такие комментарии нас, конечно, вдохновляют работать дальше. Ребята, обряд посвящения, через который проходят абсолютно все, кто приезжает в Югру, в Ханты-Мансийск и в телерадиокомпании, в частности. Небольшой блиц-опрос. Так. Всего пять вопросов, отвечать можно коллективно, как вы делаете, собственно, все, видимо, да? Итак, готовы? Да. Расшифровывается Югра. И тупик сразу, да? Как-то расшифровывается. Никак не расшифровывается. Конечно. Возможно, это переводится с языков. А я ведь уже три варианта придумала в голове. Уже придумала. Я могу предложить не с угластям потом. Нет, хорошо, ладно. Не сейчас. Дальше вопрос, опять же, веселость подвохом. Как называют жителя города Югорск и как называют людей, проживающих на территории Югры? Наверное, югорчанин, да? Или югорчанин. Получается, то есть, если человек живет в Югорске, он югорчанин-югорчанин. Он двойной югорчанин? Да, двойной югорчанин. О, повезло, как жителям. Для них это, на самом деле, тема такая довольно болезная. Итак, дальше. В каком году построили железнодорожный вокзал в Ханты-Мансийске? Нет его. Молодцы. И железной дороги. Это наша, ну, как бы, боль. Это наша боль. Это мы сразу же. Мы не можем отсюда уехать. Сразу же стало. Нет, на самом деле, машина. Только на машине, да. Второе название города Лангипас. О, да вы что? Есть такое? Есть такое. Сам его с удивлением узнал недавно, поэтому теперь можно. Лангипусик? Лангипусик? Да. Ну, возможно, так и называют его. Но, на самом деле, Беличьи угодья он называется. Будете знать, можете теперь козырять. Спасибо. Итак, последний вопрос, который я очень люблю, на засыпочку. Как называют жителей деревни Ламбовож? Мужчин и женщин, соответственно. Нет, сейчас, подожди, не выражайся. Я не может быть. Просто подумай. Я свой вариант предложила. А может, просто жители деревни Ламбовож? Ну, то есть, да, глава муниципалитета, избегая неприятных каких-то моментов, скорее всего, так и говорит. Он не говорит Ламбовожки и Ламбовожцы, да, скорее всего. Также, как слово победа, победю нету. Одержать победу мы говорим. Ну, ладно, вы молодцы. Вы достойно в любом случае ответили на все вопросы. С Югрой, вот, первый вопрос, ты нас уже подловил. Спасибо, ребят. Мы желаем вам удачи. Сегодня у вас первый день. Спасибо. Во сколько? В 2 часа дня мы всех ждем на Радио Югра. Не, мы всегда ждем на Радио Югра. Ну, сегодня вы ждете первый раз. Но в 2 часа дня особенно. Сегодня дебют. Да. Мы уверены, что все пройдет хорошо. Спасибо. Вот, мы включим радио в 2 часа и будем вас слушать. Спасибо. Друзья, с гостями прощаемся. Вам же говорим. Ну, собственно, вы слышали. В 2 часа дня включайте Радио Югра и все сами услышите. И, может быть, даже чуть-чуть увидите. Радио Югра